Приветствую вас и мне бы хотелось выделить два момента, которые бросились мне в глаза, когда я читал ваше сообщение. Первый момент это то, что связано непосредственно с тем, что вы не смогли сдать вступительный экзамен, как я понял, на бюджетное обучение. Знаете, вот это на самом деле проблема. То есть вы об этом говорите так очень мельком, как бы вскользь, но на самом деле это серьезная проблема. Почему? Потому что, во-первых, непонятно почему вы не смогли поступить. То есть вы не справились, вы не сдали экзамен. Вы провалились. Значит что, это получается, что вы недостаточно полно и качественно подготовились к экзаменам? Но их всегда можно пересдать, их всегда можно сдать раново. Вам нужно просто пытаться, пытаться, пытаться давать экзамены, не опускать руки и рано или поздно вы попадете на бюджет. А если же для вас бюджет это совершенно не вариант, по вашему мнению, то объективно вам нужно действительно с собой работать. То есть действительно нужно с собой зарабатывать на, вот, то самое обучение, то самое обучение, которое вам так нужно. Дело в том, что бабушки ваши, которые помогают, ну, вашим внукам, они, видите ли, находятся с вами в определенных негативных отношениях. То есть у вас с ними не очень хорошее взаимодействие, потому что, как вы пишете, им на вас все равно. Вникает вопрос, а почему им на вас все равно? Может быть у вас есть проблемы в семье, может быть у вас есть проблемы в взаимодействии с проблемами? Если так, то их надо решать. Если так, то с ними нужно работать. По-другому не получится решить именно эту проблему, чтобы бабушки вам помогли, если вы сами не готовы работать ради учебы. То есть проблема в том, что вы как будто бы сами стыдитесь своего состояния, что ваша семья бедная, что вы живете втроем в одной комнате и так далее. Получается, что вы сами себя не принимаете и вот с этого начинается проблема. По этому фону у вас депрессия. Хотя, казалось бы, на фоне чего может начинаться депрессия? Многие люди работают, потом зарабатывают, учатся. Это нормальный и естественный процесс. Складывается ощущение, что вы просто через вот эту ситуацию выплескиваете обиды на родных. То есть вам обидно, что родные не помогают вам. Если так, то еще раз повторяю, отношения с вашими родными нужно прорабатывать. Возможно, что-то изменить требуется вам, возможно, что-то понять в отношении родных требуется тоже вам. Почему только вам? Потому что, потому что, видишь ли, какая проблема? А взрослых людей, пожилых людей, вам не изменить. У них устоявшиеся взгляды, у них устоявшиеся убеждения, и они такими будут. Всегда. Ну или, по крайней мере, если не всегда, то достаточно, можно считать, нужно очень серьезное переживание для того, чтобы они поменяли свои взгляды хоть чуть-чуть. А это для взрослого пожилого человека почти невозможно. Поэтому надеяться на то, что вы измените своих родных, вряд ли можно. Но вот изменить свое отношение к ним, как-то лучше их понять, осознать причины их поведения и воспринимать их иначе. Конечно, не через контекст обиды, а может быть как-то по-другому. Вполне возможно. И для этого нужно просто набрать ваши с ними отношения. Во-вторых, нужно принять себя и перестать стыдиться себя. Перестать жалеть себя. Вот то, что вы делаете, вы себя жалеете. Вы переносите ответственность с себя на другое что-то. Уж я не знаю, на что именно другое вы переносите ответственность. Но факт тот, что действительно такой перенос есть. И этот перенос, он вам мешает. Он мешает вам нормально работать. Он мешает вам нормально как-то взаимодействовать. Он мешает вам отдавать себе отчерст в том, что вы делаете. И вам легче таким образом получается обвинить кого-то другого в том, что происходит, чем, например, думать само и как вам лучше поступать. Поэтому давайте вы соберетесь с мыслями и подумайте, что для вас наиболее реально. Ехать работать и зарабатывать на учебу. Хорошо. А почему это вам так не нравится? Ну, вы будете в другом городе. Вдалее от родных, с которыми у вас отношения, как я понял, не очень хорошо складываются. Будете работать, будете взаимодействовать с другими людьми, будете развиваться, будете получать уверенность в себе, будете нарабатывать практические навыки. Будете учиться жить со самостоятельными. Сразу в этом все плохо. Если вы считаете, что вы бедный живете, то вы сможете наработать денег так, чтобы не жить бедным. И в таком случае, понимаете, вы сказали вопрос. Чего вы сами хотите и чего не хотите? И если вы чего-то не хотите, то почему вы этого не хотите? А если вы чего-то хотите, то что мешает вам это сделать? Вот, пожалуй, и все, что можно сказать по вашему вопросу. То есть, понимаете, ваш вопрос, когда вы пишете о том, как мне быть с учебой, он на самом деле, этот вопрос, он довольно смешенный. То есть, вы говорите, как мне поступить с учебой, и в то же время начинаете жаловаться на своих родных. Вот давайте этот момент мы с вами немножечко как-то попробуем разделить, потому что ваша жизнь, ваше, как бы, развитие, ваш путь, это одно, а ваши отношения с родными, это совсем другое. И смешивать одно с другим давайте все-таки не будем. От этого ничего хорошего не получится. Можно разделить ваши проблемы на две части. Если с каждой из проблем работать, чтобы, по крайней мере, у вас было больше комфортно в отношениях с родными, это сделать можно. А вот в том, что вам делать, как учиться, тут решать вам. Если есть какие-то блоки, какие-то препятствия на пути того, с чего вы ходите, в этом можно вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Надеваю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.